Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Кормоскалах, Благовещенске, Языково, Белорецке, Чешмах и Голиной Кушнаренково расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. Ледовые городки откроют в Благовещенске. Жители деревни Новый Бешаул примут участие в республиканском этапе конкурса «Трезвое село». И закрытие года состоялось в студии «Дефицит» в Белорецке. Квест «Дорогами героев» на базе историко-краеведческого музея в Иглино. Он состоялся в рамках празднования Дня Героев Отечества. В мероприятии приняли участие волонтеры «Наше будущее» и юнормейцы. Ребята смогли окунуться в историю Великой Отечественной войны и пройти дорогой ее героев. Целью квеста стало развитие патриотического и гражданско-нравственного воспитания. Ледовые городки откроют в Благовещенске. В микрорайоне ГАИ праздничные мероприятия пройдут 13 декабря в 13 часов, а в городском парке номер один микрорайона Низа в 18.00. В парке имени Киселева открытие состоится 14 декабря. В программе праздника запланированы веселые хороводы, конкурсы и развлечения от аниматоров, а маленьких гостей ждут сладкие презенты. Жители деревни Новый Бешаул примут участие в республиканском этапе конкурса «Трезвое село». Такое решение они приняли после победы на районном этапе. Глава Старобабичевского сельсовета Азамат Гайфулин встретился с сельчанами. Он разъяснил все условия участия в конкурсе, обсудил с собравшимися план намеченных мероприятий и настроил всех на победу. Напомню, в 2013 году деревню признали победителем в одной из номинаций конкурса. Для участия в республиканском этапе жителям нужно подать заявку и провести тематические мероприятия в деревне до 20 февраля. Затем предстоит защита конкурсных материалов уже в Уфе. Подходит к концу 2019 год, который был объявлен в России годом театра. Он был насыщен театральными постановками. Закрытие года состоялось в студии «Дефицит». Подробности в нашем сюжете. Праздничное мероприятие в студии «Дефицит» началось с показа лучших номеров театральных коллективов. Два из них в этом году отметили на Республиканском фестивале молодежных театров. Диплом первой степени получил молодежный состав театра студии «Дефицит». Дипломом третьей степени отметили образцовый театр «Кулунсак» из села Инзер. Поздравить театралов с успешным окончанием года пришел глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов. Он вручил актерам и режиссерам благодарственные письма от Министерства культуры Республики. Город Белорецк – единственный город Республики Башкортостан, который имеет муниципальный театр. У нас успешно функционирует 7 театрализованных коллективов. В Белорецком районе в этом году прошло более 360 театрализованных представлений, которые посмотрело более 60 тысяч зрителей. Это действительно масштабная работа. Народный башкирский театр «Иремель» поставил очень интересный спектакль на профессиональном уровне, хотя является коллектив самодеятельным. Вы сегодня видели выступление «Надежды» русской образцовой студии, которая стала обладателем первой премии на республиканском фестивале-конкурсе молодежных и школьных театров. Это дорогого стоит. Все в этот вечер было красочно и необычно. Впервые на сцену вышла младшая группа студии «Дефицит». Фронтовское движение! Психофизическое действие с выполнением задачи! Первая скорость! Следующий год в Башкирии объявлен годом эстетики, но это не значит, что про театр забудут. В 2020-м вокруг здания студии «Дефицит» облагородят территорию. За эту идею проголосовали белоречане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всего доброго и до свидания!